Владимир Батаев, Робин Штенье. Героев НЕТ. Книга 2. Утраченный гримуар. Глава первая. Себастьян. Подземелье и кидалы. Я метнулся вперед, обхватил Изабеллу за талию и прижал к стене, практически впечатавшись в валькирию всем телом. Увы, никакого сексуального аспекта в этих действиях не было, и ситуация не располагала даже к тому, чтобы насладиться ощущениями от соприкосновения с ее пышным бюстом. Позади послышался скрежет, а мою спину осыпали летящие в стороны мелкие камешки. Главное, чтоб чем покрупнее не задело, но, кажется, пронесло. Когда шум прекратился, я отпустил Изи и обернулся. Червь уползал вглубь тоннеля в том направлении, откуда мы пришли. Значит, путь временно свободен, если только впереди не ползает еще десяток таких же. Раз этот поуже ширины тоннеля, значит, где-то должен ползать его старший братец или мамаша. Хотя, возможно, размер тоннелей специально так задуман, чтобы игроки могли уклониться от ползущей туши. «Против этой хрени не помешал бы какой-нибудь бластер, хоть самые завалящие, а не мечи», – проворчал я. «Или хотя бы ружье для охоты на слонов. Или динамит. Или танк и пара магов в поддержку». Более практично подошла к вопросу Изи, если только не имела в виду танк, который бронемашина со стволом. Но, скорее, это все же был камень в мой огород. «Ну да, те трое, с которыми я договорился насчет похода в этот данж в группе, нас кинули и застряли где-то на третьем уровне, включая лидера с рюкзаком группы, в которой попадает все, что мы добудем. И, естественно, когда мы из данжа выйдем, этих ребят с нашими вещичками и след простынет. Ну, это они так думают. Но не на того напали». «Лягут в поле у реки их три кровавых тела. Не будьте, охотник Себастьян!» «Ты сама говорила, что мне стоит больше доверять людям», — напомнил я. «Ну и вот». «А зачем ты меня слушал?» «Женщины! Не слушаешь плохо, слушаешь, и что-то идет не так, опять же виноваты не они. Впрочем, в этом для меня ничего нового». «Мы могли бы свалить хоть прямо сейчас, но раз уж забрались сюда, я развел руками». Изи кивнула. «Ну да, потом снова переться через несколько уровней подземелья неохота. Не первый раз уже мы в этот данж идем, но до такого глубокого уровня прежде не добирались. Надо было сообразить раньше, что спутники не просто медленно догоняют после респауна, а нарочно не торопятся. И это не мы такие крутые и быстро ходим, а они — хитрые сволочи. Но я слишком привык считать себя самой хитрой сволочью и к тому же достаточно угрожающим, чтобы всякие нубы не пытались меня надуть. Но сегодня был в хорошем настроении, никого даже лицом об стол не ударил. «Вот и результат. Какие-то засранцы посчитали, что если меня кинут, то им ничего за это не будет. Но это они зря». Конечно, наверняка в клане «Стальные кулаки» этих троих уже не обнаружатся. Долго ли выставить основным любой из кланов, в котором состоишь, а потом выйти из него? А здесь, в отличие от онлайн-игр моего времени, можно вступить в любое число кланов. Я и сам состою в нескольких, хотя с недавних пор являюсь главой собственного. Но пока что клан Героев НЕТ не завоевал достаточно угрожающей репутации. Только потому, что мы стараемся не афишировать конфликт с топ-кланом Красная Гора. А иначе то, что мы пару раз надрали задницы топом, пусть и не в честных боях, сыграло бы в нашу пользу. Но одно дело дать топам пинка и свалить, пусть даже отжав у них один замок, а совсем другое прямое противостояние. И честный бой стенка на стенку мы не потянем. Топы являются таковыми вовсе не потому, что вообще в принципе непобедимы, а потому, что за каждую победу над ними будет десятикратная отдача. К счастью, здесь игровой мир достаточно обширен, чтобы некоторое время прятаться, собирая силы. В конце концов, тут в нашем распоряжении практически целый континент, а не каких-то два десятка локаций. Целый виртуальный мир, где можно жить, пусть и с игровыми условностями, чем мы и занимаемся, поскольку в реале, судя по всему, давно мертвы. «Ладно, осмотримся тут еще», вздохнула Изи, «но если найдем эту книжку, то ведь не сможем забрать, чтобы ее не лишиться, все равно придется возвращаться». Я пожал плечами. По мне так отобрать книжку у троих придурков проще, чем выковырять ее с нижних уровней данжа. Но ее еще сперва найти надо, и даже не книжку, а всего несколько страниц из нее, если Мара права. Вряд ли те нобы поймут их ценность и значимость, если это вообще будут те самые страницы, которые нам нужны. А это определить сумеет только Мара. Но сперва надо бы хоть какие-то страницы найти. К сожалению, как следует разгуляться в Иберии нам не удалось. Ну ладно, мне не удалось. Оказалось, мою рожу и Ник там все еще не забыли и продолжают разыскивать. А я уже достал из инвентаря плащ и шляпу с пером. Э-э-э, пришлось нам разделиться. Так что прочие остались собирать поддержку и искать страницы в Иберии, а мы с Изи отправились по данжам и инстансам. Хотя я бы со сбором армии справился куда лучше Винса, Лейм, Мары или тем более Боба, которого мы тоже прихватили по пути и приняли в клан. Не скажу насчет Мары, но остальные точно не умеют находить общий язык с народом. Не зря же моя первая встреча с Лейм ознаменовалась тем, что я врезал ей с ноги по физиономии и отобрал меч. А я был в хорошем настроении. Так что всем понятно, какое впечатление она производит на незнакомцев. А Винс вообще вампир. Кому нравятся кровопийцы? Разве что томным барышням, начитавшимся плохих книжонок. Но на романтического героя подобной истории Винс не потянет. А Боб вообще шестирукий, синей кожей великан. Но он хотя бы привлекает внимание. И при этом красногорцы его не разыскивают. А на спутников такого приметного типа никто особо и смотреть не будет. Только из-за этого я и оставил его с остальными, а не взял с собой. Хотя против гигантских червей и прочих тварей он бы пригодился. Но в прошлые походы спутники нас не подводили. И мы неплохо справлялись и без него. Только чтобы обыскать весь данж сверху донизу, может понадобиться не один десяток ходок. А в итоге никаких страниц тут может вовсе не оказаться. Или же мы просто пройдем мимо какого-нибудь закоука, где они и заныканы. У меня даже закрадывалось подозрение, что Мара таким способом решила меня спровадить куда-нибудь подальше. Мы медленно продолжили путь, внимательно осматриваясь по сторонам и заглядывая в каждую трещину. Страницы могут быть запрятаны где угодно. По словам Мары, наградой за квест они не будут. И это хорошо. Хватит с меня разочаровывающей награды за прошлый квест, с которым мы набегались. И получили в итоге всего лишь меч, пусть и дорогущий. Пусть даже такой, каким игрокам можно убить окончательно, чтобы он уже не рестнулся. Не такие уж мы кровожадные, чтобы им постоянно пользоваться. Вот разве что против главы клана Красной Горы пригодится. Сзади послышался скрижет. Похоже, червь развернулся и пополз обратно. Ну чего ему тут надо, кроме наших бренных тел, а? И где создатели этого данжа видели червей в бронированной шкуре? Вот нет бы сделать его типа гигантского дождевого. А этого даже мечом толком не проткнешь. Разве что изнутри. Знаешь, я подозреваю, что если страницы тут и есть, то они внутри червя, заметил я. Предлагаешь все же сразиться с ним? Или позволить нас сожрать? Уточнила Изи. И я пожал ключами. Вообще уничтожать гигантских монстров, способных проглотить человека целиком изнутри, это старый трюк. Естественно, книжный и киношный, а не реальный. Но и мы в игре, а не в реале. Но убеждаться в том, что этот червяк глотает добычу нежуя, на своем опыте не очень хочется. Пусть даже в самом худшем случае почти не будет больно, и мы резнемся у входа в данж. Винцеван съедал динозавр и ничего. Но я, в отличие от него, не очень-то склонен кормить собой всяких реликтовых тварей, несмотря на минимум ущерба от этого. Наверное, лучше попробовать прибить. Может, молнии с посоха его шарахнешь. Изабелла скривилась. Ну да, она все-таки не маг, и мощность ее молнии не слишком-то высокая. Человека поджарить хватает, но и то не всегда. Насчет перезарядки, силы заряда и прочего я как-то никогда не спрашивал. Без того проблемы, вопросов хватало. Попробовать можно, но лучше потом, перебил я, поскольку скрежет шкуры червя по камням, становился громче, быстро приближаясь. Валим туда. Я указал на узкий проход в стене. Либо просто укрытие, либо тайный путь, либо ловушка. К счастью, при наличии респауна есть возможность пойти и проверить на собственном опыте даже худший вариант. В реале я бы, конечно, ни в какую трещину в стене не полез. Да что там, я бы и в полное монстров подземелья не полез. Какие бы сокровища там не валялись. Протискиваться пришлось боком. Но я-то ладно, а вот Изи с ее бюстом пару раз едва не застряла. Но я помалкивал и даже не подкалывал. Не хватало еще критиковать пышность груди своей подружки. Это каким же идиотом надо быть? Даже в острословии надо меру знать. Ну, как минимум не ругать то, что во всех иных обстоятельствах считаешь достоинством. Трещина как-то резко кончилась, и я уперся плечом в стену. Значит, просто укрытие. Придется пробираться обратно и снова уворачиваться от бронированного червяка, способного сожрать поезд в метро. Людей в черном на него нету. Я возвел глаза к потолку и обнаружил, что потолка тоже нету. Ага, все-таки тайный ход. С другой стороны, зачем нам вверх? Чем глубже в данж, тем ценнее добыча и крупнее черви. С другой стороны, может, там скрытое помещение, сокровищница. Но забраться наверх для многих было бы не так-то просто. Хорошо, что со мной, Изабелла. «Изи, где твои крылья, которые нравятся мне?» Почти пропел я. Она поморщилась и ничего не ответила. «Ну да, я что-то частенько эту фразу повторяю, а смысла так и не объяснил. Песен моего времени и моей страны Изи не знает, а самому мне спеть не дает. Видите ли, я ее своим пением достал еще тогда, когда мы красногорцев к птицерух заманивали. Каждый мнит себя музыкальным критиком, а сама на поди какой-нибудь голимый клубняк слушала в реале. Хорошо, что тут подобной музыки не водится, хотя пение местных министрелей меня тоже бесит». Разминуться в узком проходе было сложновато, а дыра в потолке располагалась очень неудачно, слишком близко к стене тупика, чтобы Изи могла как следует распахнуть крылья. Да и узковата она для крыльев, так что я чуть рановато обрадовался. Но все же Изи могла взлететь к потолку и уже оттуда забросить наверх в веревку. Впрочем, мои рассуждения оказались ошибочны. Все-таки возможности валькирии я пока знал далеко не все. А если уж говорить начистоту, то лучше всего я был знаком с умениями Изабеллы в делах околопостельных. Около? Потому что столы, подоконники и прочие горизонтальные поверхности постелью ведь не считаются. Ну, видел, конечно, ее пару раз в бою и в полете. Она даже меня в небо поднимала, но тогда было не до того, чтобы наблюдать, как именно она машет крыльями. «Пригнись и не мешайся», – распорядилась Изабелла. Я скорчился в углу, насколько сумел туда втиснуться, чтобы дать ей простор для маневров. В конце концов, если она врежется во что-нибудь и разобьется, мне одному наверх уж точно не влезть. Придется тоже убиться, резнуться у входа в данж и сваливать отсюда. Изабелла распахнула крылья и стрелой взвелась вверх в полете на половину сложив их за спиной. Наверняка все равно задела перьями за края дыры, но все же проскочила. Через несколько секунд вниз упала веревка. Хорошо, что у Изи весьма неплохо сила прокачана, так что даже никуда привязывать веревку не требуется, и она может запросто подтянуть меня наверх. Я огляделся вокруг и присвистнул. Не это не сокровищница, но таки скрытое помещение. Пол утыкан сталагмитами, так что веревку сюда забросить и впрямь задача не такая уж неразрешимая. На то же намекают и десяток трупов, якобы прежние искатели сокровищ. Но понятное дело, что все это муляжи. Игроки после смерти восстают на точке респауна. Правда, одно исключение мы уже видели, и еще об одном слышали. Но тут-то им отчего окончательно помирать. Разве что просидели больше трех дней, и срок отметки на респе закончился. Но это ж какими идиотами надо быть. Один из скелетов зашевелился и начал подниматься. Что, неужели все-таки ловушка? — Приветствую тебя, доблестный герой, что забрел всю скорбную обитель, — прогудел мертвяк, клацая челюстью. — Послушай же! — Никаких квестов! — прервал его я. — Сгинь, нечисть! Уж лучше б это была ловушка. Одного такого мертвеца, правда, призрачного, а не скелетообразного, мы с Винсом уже как-то послушали. В итоге вытащили из склепа Мару. Не то, чтобы это было так ужасно, если только она не подставная и не отправила меня туда не знаю куда искать то, чего там нет. — Моё предупреждение и беги немедля, — продолжил гундосить скелет. — Да уж, квестовых неписей не заткнешь и с толку не собьешь, когда они начинают заученные речи толкать. — Хотя стоп! — Что значит «бегите»? Не пойдите туда и сделайте то, а бегите? — Эй, тут какой-то пьедестал, — сообщила Изи. Она на скелета обратила внимание еще меньше, чем я, и сразу отправилась осматривать пещеру. Практичная женщина. Люблю таких. — И что там? — поинтересовался я, краем уха все же прислушиваясь к болтам не из черепушки. — Ужасные чудовища. Все, кто рискнул противостоять, пали. И так далее, и тому подобное. Ну, ясно. Обычная унылая чушь. Мы в данже. Тут кругом ужасные чудовища. Так и задумано. И ясное дело, эта пещерка не будет безопасной. Наличие мертвяков уже само по себе на это намекает. — Кинжал. Я поморщился. — Оставь, не трогай. Если в следующий раз будем здесь проходить, тогда и прихватим. А если нет, пускай валяется. Хватит с меня странного оружия и проблемы за него. Вылавливать кидал из-за какого-то ножика было лень. Конечно, по-хорошему, их в любом случае стоит найти и надрать уши. Но лень. Пока что мы с Изи ничего ценного не подобрали, так что можно пренебречь. Хотя... Я осмотрелся вокруг. Возле мертвецов валялась всякая мелочевка, якобы высыпавшаяся из инвентаря в момент смерти. Монеты, драгоценные камушки, да и оружие некоторое ничего так. Хотя у некоторых доспехи насквозь проржавели. Я подобрал щит с дырой посередине и сунул в инвентарь. Попал он при этом, конечно, в рюкзак группы. Вот кидал и удивятся, увидев такое сокровище. Следом отправился дешевый кожаный шлем, ботинки с отваливающимися подошвами, треснувший на грудник. Наверняка я первый, кто затеял в дан же уборку. Монеты я оставил валяться на полу, хотя и не без тяжелого вздоха по этому поводу. «Что ты делаешь?» осведомилась Изи. «Собираю подарки для наших неблагонадежных спутников». Переходя от одного покойника к другому, я постепенно добрался и до пьедестала. Он оказался из прозрачного хрусталя или чего-то подобного, так что воткнутый в него кинжал было отлично видно. Зеленоватое лезвие в форме стилизованной молнии. Ножик явно не для чистки картошки и нарезки колбасы предназначен. Может, подмага воздушника для усиления заклинания молний? Но мне это неинтересно, ведь по-любому стоит его вытащить, как немедленно начнется катавасия. А убегать от катящегося по пятам валуна прямо в пасть червю мне совсем не хочется. «Если же не страшишься ты беды и смеешься в лицо опасности...» Все бормотал свое скелет. «Ну вот, началось. Все-таки пытается всучить нам задание. «Да заткнись!» — рявкнул я. Крик эхом отразился от стены потолка пещеры. «Ох, что-то сейчас будет!» Сталактиты вниз посыплются. Но нет, сверху раздался ответный крик, который тоже подхватило эхо. Или не эхо, а стая сородичей. «Будь осторожен, не разбуди стаю виверн!» сообщил скелет. «Вот спасибо, очень вовремя предупредил. А ведь с этого надо было начинать речь. Но нет, куда же без пафосных вступлений!» Я взмахнул мечом и сшиб первую спикировавшую на меня тварь. Ну, они хотя бы не очень крупные, в половину человеческого роста. Но их много! Можно было бы превратиться в волка. Оборотня в звериной форме убить можно только серебром, а обычные раны быстро заживают. Но этак они меня всей стаей облепят и будут долго и упорно в клочья рвать. «Время пребывания в звероформе ограничено. К тому же у Изи-то неуязвимости нет. Ладно. Мы все равно собирались выходить из данжа. Я сбил еще парочку виверн, но очередная тварь изловчилась и вцепилась мне в руку. Другая тут же рухнула на плечи, вонзив зубы в шею. Вот и все». Появившись на точке респауна, я тут же шагнул в сторону, освобождая место для Изи. Но она появилась только спустя несколько минут. «Быстро ты слился». Я пожал плечами. «Ну а смысл-то было упираться?» «Ты не прихватила все-таки тот ножик?» «Нет. А что, надо было?» Удивилась Изабелла. Я покачал головой и рассмеялся. По всем канонам, конечно, надо было кинжал забрать и огрести из-за него кучу проблем. Все-таки неправильные мы герои. И это хорошо. Продолжение следует...